Добрый день, Арсен. Расскажите, пожалуйста, на последней новости, что происходит в аэропорту, как идет операция по зачистке аэропорта. Да, операция по зачистке аэропорта практически подходит к концу. Небольшой кусочек, который мы можем пресечь, центр подвозки, который обеспечивает боеприпасами живой силой. То есть у нас только с этим вопросом, и все, может практически не сочетать. То есть по Вашей оценке какое нам нужно время, чтобы справиться с аэропортом? Ну, времени, по времени ничего не могу сказать. Я знаю, что мне нужно по вооружению для того, чтобы это быстрее закончить. А есть ли потери в Вашем отряде? Да, есть потери. Есть убитые, есть раненные. А скажите, пожалуйста, вот приходит информация о том, что Донецк в основном обстреливают с аэропорта. Нет, сейчас с аэропорта Донецк не обстрелят. К сожалению, эта информация ложная. Сейчас мы оградили немножечко доступ к обстрелу их с территории аэропорта, города, где их больше стреляют. Они себе позволят стрелять из минометов с артиллерией. Он работает не на большом расстоянии. Сейчас они стреляют с аргивки и с песок. Стреляют теперь уже с дальнобойной артиллерией и вот по ракетному сторонам. Мы лишили их возможности стрелять из минометов и делать диверсионные выроски в город. А вот сейчас становится уже осень и становится более холодно и мы понимаем о том, что на носу у нас зима. Готов ли Ваш отряд к зиме? Частично. Частично. Морана готов. В чем нуждаются Ваши бойцы в первую очередь? Многие люди готовы помогать и хотелось бы знать, что конкретно нужно для того, чтобы помочь Вам? Это теплые вещи, не сильно громоздкие. Это белила, толстовки, военного образца. А что еще нужно для того, чем могут помочь обычные люди в том, чтобы Вам было удобнее воевать, не холодно? Ну и плюс какое обмунирование надо? Какая может быть техника нужна? Там, например, радиостанция, что-то еще? Нам нужны средства связи. Из экипировки нужны бронежилеты, шлемы для того, чтобы максимально запасить своих бойцов. На коленнике, на локольнике. А как Вы вообще опираете людей в свой отряд? Кто Ваши бойцы? Ну, мои бойцы простые работники. Особенно у них какого-то отбора не происходит. Человек, когда приходит к подразделению, он понимает, куда он пришел. На него есть небольшое время, испытательный срок, в который он должен понять, куда он попал. Понимает, что это подразделение, которое находится непосредственно на передовой, непосредственно близости к партии. Сейчас близость доходит меньше, чем десятка метров. На таком расстоянии происходит стычка. Если человек морально готов к ним и физически, то он остается куда-то в земле. Если он к этому не готов, то мы его не держим. А вообще большое количество людей хотят попасть в Ваш отряд? Да, большое количество людей. К сожалению, всех мы взять не можем. Мы там кастинг, конечно, не проводим. Просто люди к нам приходят, приходят, кто-то остается, кто-то уходит, кого-то ранит на руку. Мы проводим, как бы, замену лично стал. Хотят многие. Мы не всех командиров отпускаем. Некоторые, в которые люди со стороны приходят, это понятно. Там процентов 90-85 процентов людей просто откроют. А какое возраст Ваших бойцов? Разные. Больше 50 лет. Пенсионного возраста есть. Даже пенсионного возраста есть. Было ли пока что дедушки, например, приходили? Я пару раз встречала, а у нас поста. Сейчас на передовой погиб у нас боец Пазанов Зелёный. Он уже был пенсионером. А сейчас есть Пазанов Дед. Он реально старенький. Он уже плохо видит, но стреляет и сплюнет отлично. Потом у нас есть старшина. Он уже реально дедушка. У меня в блоке есть. И такие люди есть. А что они вообще говорят? Что их движет? Почему они пришли в ополчение? Почему они стали Ваш такой передовой отряд практически? Потому что просто людям обидно за свою землю, за то, что сделали, допустим, мои деды, а то их отцы, это было гораздо ближе. Когда из УСА, из УСА отца придавалось это все. Для них это более понятно было, чем сейчас для нового поколения, даже для людей моего возраста. Не все люди моего возраста понимают, что на самом деле происходит. Но эти люди ближе к тому. А вот что касается молодежи, как они вообще идут в ополчение? Вы вообще с какого возраста Вы берете? Внутри они с 18 лет. С 18 лет давай пожаловать. Они приходят, да, молодежи приходят. Очень мало они приходят. Очень мало. А почему, как ты думаешь, почему молодежи могут бояться? Потому что, нет, они не боятся. Они просто немножко со временем прикурны. Отравлены информацией всякой разной. И понимание происходящее немножко другое, чем у нас. У них ценности другие. Только из-за этого есть, конечно, молодые ребята. Есть такие 19, 20 лет, 18 лет приходят, которые реально вникают в то, что происходит, и на цифрах русскоязычного населения вообще. Они это понимают. Они готовы встать на защиту истин, на защиту своей семьи, своей земли. Некоторые не понимают. Некоторые думают, что отучиться молодежи нам гораздо круче, о чем делать за свои принципы, за свои права, за свою землю, за своих близких. Что бы ты хотел сказать? Есть, мы называем это территория оккупированная. Ну, с области, например, там, Запорожская, Харьковская, Кустонская. Что бы ты сказал ребятам, которые там находятся? Вот, которые понимают о том, что они как бы на нашей стороне, но они еще сидят на диване или боятся там выступить против нынешней власти. Что бы ты хотел бы им сказать? Нет, сейчас, к сожалению, они не могут выступить против нынешней власти, потому что территория, как говорите, оккупирована. У них есть только возможность пополнять наши ряды, как это делают у них. У них есть и Запорожье, и Западная Украина. Ребята из различных властей приходят. Все уже как в армию. Ну, отсюда им будет проще видеться дальше, чем непосредственно в своих регионах. Ну, конечно, просто так сидеть на диване не стоит нервничать. Не надо вводить терроризм, разворвать банки или остановки с автобуса. Надо просто что-то делать, что-то делать, не сидеть молча, по крайней мере. Не сидеть молча. Вести информационную войну внутри. Для того, чтобы то, что происходит сейчас на самом деле, то, чтобы оно не приедалось и люди с этим не свыкались. С этим нужно бороться. Что действительно есть в Западной Украине ополченцы, которые воюют у нас? Да. К сожалению, не могу сказать, как у них есть в Западной Украине. Но у меня есть люди из Западной Украины, которые на Путске по телефону у них отцы. Интересно. А когда война закончится, вы останетесь жить в ДНР, в ЛНР, в Новороссии? Естественно. У меня уже деваться некогда. Понятно. Спасибо большое. Не за что. Спасибо. 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 Спасибо.